шалом всем жалому браха как вы видите название такое чуть-чуть странное может ли человек быть кошкой но может быть мы протяжении урока поймем что мы имеем ввиду мы сейчас находимся в преддверии праздника шавуота праздник дарения торы и гмара рассказывает нам с того момента когда мы пришли уже на гору синаи и произошли перед тем как мы получаем тору некие подготовки то есть мы не можем принять тору а когда я говорю мы это именно мы это не только те наши предки которые стояли у подножия коры синаи мы не можем принять как я сказал перед определенной подготовкой к этому великому событию и посмотрим что гмара в трактате брахот приходит и говорит извините в трактате шаббат говорит что что произошло мы сейчас находимся вместе сиван первого месяца сивана еврейский народ пришел в пустыню синаи у подножия горы синаи и что происходило там говорит нам гмара бехад бешва то есть вот этого первого первого дня лё амар вэ ломиди мишу хуйша де орха всевышний нам ничего не говорил потому что мы были усталые от дороги только пришли что у нас будем будет нам говорить ничего не говорил полное молчание мы просто пришли и отдыхали так по простому можно объяснить потому что человек который устал и начинать грузить его всякими законами там старую установлениями ограничениями давать ему в общем тору ну это как-то неэффективно это во первых неэффективно во вторых некрасиво поэтому из-за двух этих причин всевышний говорит они усталые поэтому что я буду с ним говорить с ними говорить с точки зрения стороны это просто не 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 я знаю там неприлично как я сказал на говорите усталые потом это неэффективно они усталые ничего не примут ничего не будут понимать аравкук своей книги на комментарии в трактате шаббат говорит что совсем что-то другое и он говорит если я прочитаю чуть-чуть то есть святость когда мы говорим мы идем сейчас получать святость великую святость святость торы это это аба ад ахаим ашлемин это выражение всей нашей жизни во всей ее полноценности и поэтому когда мы говорим про усталость когда мы говорим про я знаю там плохого настроения это это мешает чтобы распространялась вот это вот это вот это вот эта святость то есть когда мы говорим про святость мы должны говорить и говорить про тору тора не дается ну такими знаете несчастными усталым людям и так далее тора она во всех планах и поэтому всевышний ждет когда будет сила когда будет действительно вот все у тебя в полноценном образе жизненном на это дается тора а если бы всевышний начал нам говорить тору это не только понимаете технически не подходит потому что технически не подходит это и математику тоже не стоит говорить усталому человеку и он еще не примет и может только устал там пусть отдохнет пока а здесь мы говорим про тору а поскольку тора покрывает все наши жизненные более высокие качества нашей жизни поэтому всевышний говорит стоп мы сейчас ничего не говорим это самое первое поэтому подготовка что произошло на второй день на второй день написано у нас в торе об этом я чуть-чуть хочу чуть-чуть поговорить побольше написано очень интересно мы приходим в гору синаи и там всевышний на второй день говорит нам следующее я вам читаю говорит нам так здесь всевышний говорит на второй день вы должны быть сгула микола микола амин вот это слово сгула микола амин что оно подразумевает то есть сегодня еврейский народ он амсегула этот народ сегула а что это такое амсегула потом тора продолжает и говорит вы будете мамлехе царство священное да вы гой и народ святой то есть здесь я бы сказал всевышний приходит и говорит нам я вот он поставляет нам цели цели которые на первый взгляд они далекие понимаете он не выходит к нам сейчас какими подробностями что нам делать и так далее он говорит вы знаете кто вы вы знаете куда вы должны стремиться во первых бы амсегуля который сейчас мы посмотрим что это такое во первых в амсгуля в а тем вот это сгуля как она выражается как она больше реализуется царство коганин то есть ваше царство все что связано в общем с государственными национальными структурами то что касается армии то что касается министерства то что касается внешние отношения внутренние отношения с другими странами мы народ коганин мы народ коганин то есть внешне может быть это никак не отличается от других народов потому что внешне другие народы у них тоже есть армия тоже есть другие в общем министерства и так далее так же как у нас да но у нас это мамлехе коганин у нас это царство священное оно внутри совсем что-то другое изне то есть когда мы смотрим внешне это кажется нам что это бедью коту давар какая разница между нами между румынией и латвией или другими странами которые тоже у них существует все это да у нас это святое у нас это святое совсем по-другому да то же самое как и другие народы они тоже помогают друг другу дают взаймы друг другу уважают родителей других народов тоже это существует это все нормально это все хорошо но у нас кроме того что это что-то человеческое это что-то святое божественное так здесь у нас написано так у нас вот эти структуры тоже наши национальные не только личные они тоже святые они кардинально отличаются и почему потому что мы ам сегуля потому что мы народ сгуля это цель она цель очень серьезная очень как будто на первый взгляд кажется далекая да как мы превратимся быть таким народом который все будут видеть в нашем государстве в нашей армии что-то божественное и так далее это будет мы ставим мы должны поставить себе большие цели мы не можем как-то уменьшать эти цели и вот к этому мы должны стремиться постепенно давайте сейчас посмотрим что такое сгуля что такое ам сегуля для того чтобы понять что такое ам сегуля для того чтобы попросту раши пишет что такое ам сегула раши раши говорит конечно оцар хавив оцар хавив я имею ввиду есть место которое называется место где наши души то есть любой человек который рождается понятно что он родился тело и к этому телу надо присоединить душу так это есть место у всевышнего который он берет эту душу и присоединяет к этому телу мазаль дом родился ребенок у еврейского мальчика у еврейской девочки или у человека который прошел ги-юр эти души берутся от определенного совсем другого склада который называется сгуля то есть структура этой души структура духовного в общем веса который у нее есть это кардинально она отличается она не только технически в другом складе это совсем что-то другое поэтому поэтому сколько хочу сказать поэтому другим все народы мира им достаточно семь заповедей ноя потому что чтобы вот эта душа реализовалась и жила в комфорте в своем теле а у еврейского народу поскольку его душа она кардинально отличается у нее совсем другая структура это то что происходит сейчас то что еврейский народ всевышний говорит и создает что-то новое сгуля новый склад это творение божественно абсолютно новое поэтому требуется этой души совсем другие обязательства совсем другие ограничения у нас нам недостаточно семь заповедей а нам требуется шестьсот тринадцать заповедей давайте посмотрим сейчас как кроме того то что раньше нам объяснил что такое сгуля есть у нас известная комара известная комара когда еврейский народ получал тору когда мы получали тору это важный момент так там написано так если вы откроете да это девятнадцатая глава в книге шмот я вам с вами хочу почитать книги ты в эрет израэль тридцать вторая глава тридцать вторая глава это лев ламид бет пэрэк ламид бет да в талмуде написано так где еврейский народ стоял перед тем как мы получали тору мы стояли у бетахтит агар тахтит вообще когда мы говорим тахтит это под горой так на русском языке когда я говорю я живу под под москвой или что-нибудь такое то рядом но мудрецы и действительно есть можно объяснить это рядом мы стоим рядом с горой синай но хазал говорят амара вавдими бархама бармехасия меламе чекава алиэм харти гиги что приходит нам вот этот мудрец это учит нас чему то есть дарения торы нас учит что меламе чекава алиэм харти гиги то есть мы стояли в буквальном смысле под горой синай а как мы можем стоять под горой синай имеется ввиду что всевышний поднял гору он оказывается поднял ее как корыто и сказал и сказал нам если вы принимаете тору так хорошо так замечательно прекрасно вы получаете тору а если нет здесь будет ваша могила там будет ваша могила да да так говорит марат то есть выходит по этой море и потому то что говорит нам тором что мы стояли под горой поэтому на это пришли нам комментаторы и объяснили что под горой это имеется ввиду буквально под горой а что мы делали там под горой в тот момент всевышний нам сказал вы видите это гора висит над вами так я вот сейчас хочу вам предложить тору и дать вам тору если вы примете эту тору так замечательно все будет нормально если нет значит там будет ваша могила значит мы приняли тору без желания да здесь написано что несмотря на то что может быть мы такие хорошие и так далее но в принципе нас заставили но у нас не было никакого выбора потому что какой выбор может быть когда тебе угрожают здесь будет твоя могила если ты не примешь эту тору потом гамара говори амарам ахабар яков микан мода араба леорайта и действительно приходит равахабар яков и говори что если меня в общем на суде в небесном зададут мне вопрос почему я не соблюдаю тору так я могу ответить что же почему я никогда ее не принимал так мне скажут как ты не принимал ты же принял эту тору говорит какой я принял меня заставили микан мода араба то есть имеется ввиду я могу прийти и сказать что я не обязан соблюдать тору почему потому что и меня ее заставили да это я лобератсон ховщи понимаете лобератсон ховщи если я сделаю какую-то сделку с кем-то и эта сделка в принципе она в общем я приведу доказательство потому что меня ее заставили так она легитимная сделка то же самое здесь мы договариваемся со всевышним всевышний говорит я вам даю тору вы будете там соблюдать я вам дам благословение да но мы не договорились потому что наша договоренность была в насилие и так говорит реально гмара и если к нам придут мы можем сказать и мы будем правы мы можем сказать что мы не принимали тору а и мы приняли насилие это не считается но говорит гмара амарава сказал сказал рава что в конце концов мы приняли ее во время ахашвирожа когда у нас было такое такое великое чудо только тогда то есть через тысячу лет приблизительно что то такое мы приняли это с любовью то то есть до ахашвирожа по простому да мы это могли каким-то образом с этого суда спастись даже те которые не соблюдали но поскольку пришло время пурима и тогда мы все весь еврейский народ где бы он ни жил мы приняли тору с любовью и не потому что нас заставили это то что здесь написано да тосфот один из великих комментаторов талмуда задает вопрос потому что мы с одной стороны знаем что это тоже написано и все дети нам приходят и говорят да об этом что когда всевышний обратился другим народом перед тем как дать нам тору обратился эсаву обратился и шмаэлю обратился там другим народом амону моаву всем обратился и сказал вы хотите получать тору и все они задавали вопрос а что там написано а что написано в торе сказали эсаву там написано не убивай вот нет не убивай это не для нас потому что потому что у нас папа благословлял аль-харбиха тихе вот вот ты будешь жить своим мечом пообращается и шмаэлю там нельзя там прелюбодействовать вот мне нет это не для нас нельзя там воровать там другим народом это не для нас то есть народы отказались так приходит амидраж нам рассказывает народы отказались и не хотели принимать тору и когда он пришел к еврейскому народу еврейскому народу он приходит и говорит а вы хотите получать тору что мы ответили мы не говорили что там написано что там не написано какие обязательства мы сказали на асе ванишна мы будем это сделать и будем это слушать то есть полностью мы принимаем полностью мы доверяем полностью мы всевышнему говорим поскольку мы видели все великие чудеса как ты нас сопровождаешь как ты наш в общем спасаешь как ты нас выводишь с этого ужасного рабства и так далее и поэтому когда вот это вот всевышний приходит говорит я вам что-то еще хочу подарить то конечно мы все говорим на асе ванишна мы внутри понимаем что плохого всевышний для нас ничего не сделает мы полностью доверяем всевышнему и говорим на асе будем делать будем слушать да и сразу спускаются ангелы которые завязывают нам короны одну корону соответствует на асе а другая корона соответствует нишма и так далее в общем было полное принятие тора с большой любовью и нашим выбором потому что всевышний нам предлагает и мы говорим на асе это нишма так задает тот вопрос так это противоречие с одной стороны написано что мы стоим под горой всевышний нас заставляет то есть говорит что нет заставляет нас мы значит не очень хотим а здесь написано как мы же до этого сказали на асе ванишна до этого мы сказали будем слушать будем делать все и так далее зачем заставлять кого-то если он уже согласился все делает кого-то заставлять тот который не готов но мы же готовы слава богу если мы готовы так зачем надо было нам поднимать над нами гору и угрожать так задает то свод вопрос то свод отвечает что да мы действительно с точки зрения с точки зрения с точки зрения когда в начале всевышний нам предложил тору конечно мы сказали на асе ванишна конечно мы приняли это с любовью потому что почему бы нет конечно мы принимаем с любовью тот творец который давал нам подарки такие великие подарки и вдруг дает нам еще один подарок предлагает конечно мы скажем что да но поскольку были там потом великие голоса были огни они прям их не души почти не вышли от них 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 тел было такое страшное проявление и всевышний боится как будто что они передумают да с одной стороны мы сказали да конечно но когда мы реально увидели что это тора касса такое страшное и когда мы читаем синайское откровение мы видим там необыкновенные голоса значит только они видят голоса можете представить себе что это такое мы даже 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 не можем понять увидеть голоса были там огни да в общем ними их не души вылетали из их них тел тел и так далее они могли испугаться и сказали может быть они передумают поэта передумать нет нет я вам не дам передумать то есть он поднимает над нами гору и говорит что вариантов нету передумать вы никак не можете и и поэтому вы обязаны принять тору это то что говорит тосфот говорит нам и орахай макадош и махараль они говорят мы не понимаем этот тосфот так наоборот когда больше ты видишь величие торы потому что эти огни вот эти зрелища когда ты видишь голоса когда ты видишь огни когда ты видишь такое зрелище что это тора она такая великая так наоборот это должно привести к тебя больше любви к творцу и больше приблизиться к нему и больше сказать да конечно да конечно мы будем это соблюдать поэтому он не понимает зачем надо было еврея заставлять зачем чему это мы же хотим тору и все эти огни они не мешают по мнению махарала и орахай макадош и поэтому с вами давайте почитаем что пишет махарал пишет махарал он пишет так то есть можете представить говорит махарал что всего лишь динам задает вопрос как он задал и всем вопросом как другим народом вопросы примите вы тору или нет и в принципе получение торы она зависит от нашего желания нашего желания если мы там и захотели слава богу хотели все хорошо да но в принципе если бы вы не захотели мы могли бы ее и не принять так же как и другие народы махарал сейчас мы объясним это объясняет нам глубокую мысль важнейшую мысль что такого не может быть то есть тора это не какой-то наш выбор я прочитаю то есть если мы выбираем соблюдать тору это не маалат а тора это не преимущество торы да это киа тора кола олам талуйба в им лу айта а тора а я олам хозер тоу вау весь мир талуйба тора весь мир связан торой и если нету торы весь мир возвращается в тоу вау потому что всевышний когда он создавал этот мир это было при условии какое условия что если еврейский народ примет тору да я сейчас создаю мир пока мир не получил тору но вот придет время когда евреи получат тору если они согласятся принять тору тогда мир будет существовать если нет будет тоу вау то есть я верну весь мир хаос я хочу это объяснить в своих словах смотрите есть вещи которые в жизни мы выбираем свобода выбора вещи которые мы выбираем например я вот сижу сейчас вирусаляме я могу выбрать поехать в тель-а-вив или могу нет я остаюсь пока у себя в иерусалиме я могу выбрать я могу выбрать на ком жениться я могу выбрать да что я хочу учиться за что не хочу учиться. Есть вещи, которые в нашей жизни мы выбираем. Но есть вещи, которые они, ты их не выбираешь. Может быть, кто-то мне скажет сегодня, это не совсем так, но это так. Человек, в принципе, он не может выбрать, у кого родиться, какие у него родители. Он не может выбрать, что он мужчина, а не женщина. Он не может это выбрать, потому что это сама суть его жизни. Суть его жизни. Что бы ты ни делал, ты остаешься тем, так, как Всевышний тебя привел в этот мир и так далее. Есть какие-то важные вещи. Мы даже не выбираем, как наши легкие работают, как наше сердце работает. Я не выбираю. Сердце сейчас работает, сейчас я просто выберу. Потому что важные, по-настоящему важные вещи Всевышний не дает нам выбора. Наши легкие, наша печень, наши, я знаю, почки. В общем, это работает. Работает без твоего выбора. Потому что это так. Да? Потому что это так. Давайте посмотрим, что такое Тора. Тора – это такая вещь. Всевышний приходит и говорит. Она не зависит от выбора еврея, евреев того поколения и евреев нашего поколения. Потому что Тора, она заложена, это творение. Она находится у каждого из нас. Хотим мы или не хотим мы? То есть есть Тора, которая заложена. Поэтому, как я сказал, вот это сгуля, вот это творение особое Всевышний, когда рождается каждый еврей, когда делает геюр любой человек в мире, у него есть новое творение. Это бильд-инт. Это уже сразу с Торой вместе. Вместе с Торой, которой она пока еще не проявляется, может быть. Да? Но она находится. Вот этот потенциал, уже родивший там, и это ты не выбираешь. Невозможно выбрать быть не евреем, если ты родился евреем. Невозможно будет сказать, Тора не относится ко мне, если ты часть этой Торы. Возьмите пример. Человек, ну, наверное, не совсем здоровый, хочет быть кошкой. Наша тема – кошка. Человек хочет быть кошкой. И он говорит всем мяу, говорит мяу, говорит всем лазей там по помойкам, и мяу-мяу постоянно и так далее. Но если мы спросим, вот этот человек, он кошка или человек? Он ведет себя как кошка? Ну, конечно, его суть. Он не выбирает. Он хочет, он выбрал быть кошкой. Он не выбирает. Он остается быть таким же человеком. Просто надо его вылечить. Надо ему объяснить. Надо ему там, я знаю, там делать еще какие-то моменты, чтобы специалисты взялись за него. Но он остается человеком. Также мухрах – это что-то творение, чтобы мы не понимали ни в коем случае, что Тора – это зависит от выбора. Так же, как и ты не можешь выбрать быть кошкой или кем-то другим. Так же евреи. Кофе, алаварки, гигит – это иными словами. Ты и Тора – это одно. Ты не выбираешь. Нету здесь никакого выбора. И поэтому, если есть евреи, которые пока не выражают вот эту Тору, самых себя, потому что они далеки, потому что они это… Это не имеет никакого значения. Это пока они не выражают, пока они ведут себя не совсем, как еврей должен вести. Он ведет себя, как другие и так далее. Но у еврея бы могут, бы сгуля, кер в его сути, вот это сгуля его. Это особо… Невозможно его поменять. Поэтому еврей, который родился евреем, или ген, который сделал Геюр, обратной дороги не существует. Потому что невозможно превратить человека в кошку. Невозможно превратить, я знаю, там, курицу в другое животное. Невозможно. Это что-то другое. Это махуртахеры. Это совсем что-то другое. А это лёгка шурбабхира. Это не связано с выбором. Поэтому Всевышний учит нас, уважаемый сейчас. Ты крыу это Тора. Учите каждый раз эту Тору. Да, мы с одной стороны хотим его, потому что это наше. Говорим на себе нишма. А с другой стороны, как будто… У тебя другого варианта нету. Потому что только таким образом ты можешь реализовать себя, как амзгулла, как мамлехет Коаним вегой Кадош. Да, вот эти цели. Как дойти до этих целей? Конечно, это поэтапно. И так далее. Сгулла. Но это никто никогда у нас не отнимет. Мы стали амзгулла. Мы продвигаемся быть амзгулла. Да? И вот этот хехрах, говорит Махараль, это не то, что потому, что там они могли, я знаю, передумать или так далее. Говорит Махараль, не в этом дело. А здесь это дело сказать нам, кто мы такие. А если мы знаем, кто мы такие, это очень важно. В нашей жизни мы должны понимать, сейчас мы находимся не в простой ситуации. Всевышний, правда, показывает нам свет, то, что было в этот шаббат, последний шаббат, когда освобождаются наших четыре пленных, которые были в этом ужасе в Газе. Ибаруха Шем, армия обороны Израиля, их спасает. Благодарность. Спасибо тебе, Господи. Спасибо армии обороны Израиля. Спасибо всем, да, кто участвует в этом. Конечно, мы это, но это все, откуда мы набираем вот эти силы? Откуда мы берем эти все силы, чтобы быть вот этот амсгуля необыкновенный? Мы одна семья, вот это сгуля. Это все берется от вот этого момента, когда Всевышний сотворил что-то новое, новое, которое называется еврейский народ. И для этого нам требуется и Цура Пратид, и, в общем, каждый лично, и требуется, чтобы мы как в народе выражались это, или даже пока не выражается это полноценным образом, но мы знаем, что заложено в этом прекрасном народе. Шалом и большое спасибо с наступающим праздником. Спасибо огромное. Если будут вопросы у тех, кто будет слушать это в записи, смотреть, слушать, пожалуйста, вы можете задавать вопросы либо в комментах на YouTube, либо в наших чатах, на сайте, как вам угодно, в любом месте, где вы видите возможность задавать вопросы. Шалуатов, хак самех, большое спасибо. Счастливо, пока. Шалом, шалом. Шалом, шалом.